Всем привет, с вами канал Космостар. Когда он ушел, я вернулась домой к детям и сказала. Милые мои, плачьте. Папа умер, рассказывала актриса. Анна Табанина была счастлива с мужем 7 лет, пока смерть не разлучила их. Ей было всего 36, когда она осталась вдовой, но актриса не сломалась и нашла в себе силы жить ради их трех детей – Василия, Серафимы и Софьи. Она не забывает о своем супруге и хранит его в своем сердце. А еще до встречи с мужем актриса была готова уйти в монастырь. Звезда сериала «Бедная Настя» 45-летняя Анна Табанина никогда не мечтала об актерской профессии. Дочь известного художника Владимира Табанина, она с детства хотела свою жизнь посвятить живописи, поэтому после 8 класса пошла поступать в Суриковское училище. В течение нескольких месяцев она посещала подготовительные курсы, но так и не прошла отбор из-за давнего конфликта, возникшего между ее отцом и ректором учебного заведения. Это очень огорчило девушку, но позже она осознала, что в итоге все сложилось удачно. Когда Анна была старшеклассницей, к ее родителям зашел их друг, актер Олег Зорин, педагог, работавший в лгитмике на курсе Игоря Владимирова. Он обратил внимание на девушку и предложил ей заняться изучением актерского искусства. Анна решила последовать этому совету и стала ходить в театральную студию, где ее обучала режиссер и педагог Виолетта Баженова, а потом с первой попытки прошла в лгитмик. Сначала ее взяли вольнослушательницей, и Анна параллельно оканчивала 10 класс. Что удивительно, девушку еще перед экзаменами прослушал актер и режиссер Игорь Владимиров, но назвал ее щенком под наркозом и чуть не отбил у будущей актрисы желание идти учиться. Студенческие годы пришлись на тяжелые 90-е, но Анна не обращала внимания на проблемы, так как была увлечена лекциями и участием в репетициях, которые продолжались до поздней ночи. Окончив учебу в ВУЗе, Табанина некоторое время играла в студенческом театре, пока ее не позвали играть в фильмах-спектаклях для детей. Однако свою первую серьезную роль, после которой к Табаниной начали присматриваться режиссеры, Анна получила в 2003 году в исторической картине «Любовь императора», где она блестяще сыграла цесаревну Марию Александровну. А потом наступил черед сериалов, и в 25 лет актриса уже стала известной. Девушка долгое время была ребенком в душе и предпочитала водить дружбу с парнями, а не флиртовать с ними. Свою первую любовь актриса повстречала, когда выпустилась из ВУЗа. Он был хорошим человеком, занимался бизнесом, но со временем эти отношения перестали быть интересными, и пара рассталась. Как-то Анна поехала с друзьями в Москву, и уже на второй день она узнала, что идут пробы в сериал «Бедная Настя». Артистка была удивлена такому стечению обстоятельств и отправилась на киностудию, где ей нужно было надеть платье и произнести небольшой текст. По словам Табаниной, она справилась отвратительно, к тому же она была слишком загорелой, а искали типажа такой тургеневской барышни. Актриса вернулась домой и забыла обо всем, пока ее не пригласили на второй кастинг. На этот раз она показала себя хорошо и вскоре получила роль Лизы Долгорукой, обойдя сто претенденток. Актеры долгий период работали с раннего утра до поздней ночи. В это время произошел решающий поворот в жизни не только Анны, но и ее младшей сестры Насти. Они вместе стали посещать храм, а Настя, которая была художницей, начала писать иконы. По окончании съемок сериала Анна стала настоящей звездой, но слава тяготила ее, и она серьезно подумывала о том, чтобы бросить кинематограф. Она не отвечала на предложения режиссеров, а вернулась в родной Петербург, где стала прислуживать в храме и петь на клиросе. Анна ездила в паломничество, жила при монастырях и в какой-то момент даже собралась принять постриг, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Ее судьба изменилась, когда она встретила художника Дмитрия Кудина. Друг друга они знали достаточно давно, так как он был приятелем лучшей подруги актрисы. За три года до того, как началась их любовная история, Дмитрий разорвал свой первый брак, позже Анна нашла общий язык с дочерью Дмитрия от первой жены. На одной из встреч Дима поделился с Анной страшной историей. Неизвестный повредил его автомобиль, а теперь может напасть и на него самого. Актриса встревожилась, и когда узнала, что он не крещен, то предложила вместе поехать в Псково-Печерский монастырь, где и совершить таинство. В течение длинной поездки влюбленные не замолкали ни на минуту и все больше понимали, что их встреча – это судьба. Они решили пожениться и, получив благословение знакомого батюшки, обвенчались и заключили брак. В 30 лет актриса впервые стала мамой, а вскоре у супругов родились еще двое малышей. Актриса уже не снималась в кино, но однажды к ней обратился режиссер Виктор Мережко и предложил роль в его фильме «Белая ночь. Нежная ночь». И она не отказалась. Затем последовали и другие проекты. Дмитрий с радостью занимался домашними делами и детьми, пока Анна была на съемках. Но когда младшей дочке исполнилось 3 года, в их семье случилась ужасная беда. У Дмитрия обнаружили саркому. С первых дней было понятно, что ему не спастись. Анна не отходила от него, оказывая поддержку, но знала, что ей нужно будет научиться жить без него. Она не оставляла работу, ухаживала за детьми, и Дмитрий это одобрял. Супруги верили, что жизнь после смерти не заканчивается, и они обязательно когда-то увидятся. Это успокаивало и придавало им силы. В тот трудный период Анне представилась новая возможность оказаться на экране. Ей предложили главную роль в детективном сериале «Ленинград 46». Актриса не могла отказаться от такого предложения, ведь она стала единственным кормильцем для своей семьи. Однако этот фильм оказался не только работой, но и лекарством от горя для Анны. По сценарию фильма, ее героиня получает известие о смерти мужа, но позже выясняется, что он все же выжил. Табанина нашла в этой роли спасение. Переживая за свою героиню, она избавлялась от своих отрицательных эмоций и чувств. Возможно, поэтому актриса до сих пор считает картину «Ленинград 46» одной из самых важных в своей фильмографии. «Этот фильм меня исцелил. Поэтому он для меня очень ценен», — говорит Анна. Дмитрий ушел из жизни через год после постановки «Диагноза». В 2014 году, когда актриса еще снималась в этой картине. Анна не забывает те радостные годы, которые она провела с мужем, они были очень счастливы и любили друг друга до самого конца. Она рассказывала, что соседи восхищались их семьей, когда видели, как Дмитрий сам прогуливался с тремя детьми. Актриса верит, что он все еще с ними. Он живет в их памяти, на фотографиях. Еще до рождения детей супруги купили пентхаус в Пушкине, где актриса и проживает до сих пор. Анна живет уединенно и покидает дом только ради съемок. Несколько лет назад она снималась во многих кинопроектах, но сейчас появляется на экранах реже. Актриса признается, что для нее важно сниматься в фильмах, так как это ее основной источник дохода, но она не теряет оптимизма и старается не показывать свою груз детям. Ее дочери увлекаются спортивной гимнастикой, сын играет в футбол. Кроме того, все имеют талант к рисованию.